И хочу начать вот с такой прекрасной фотографии, которая была сделана на форуме, и познакомиться с вами, кто еще со мной не знаком. Мне на сегодняшний день 33 года, я успешная и счастливая, у меня свой собственный прибыльный бизнес в интернете, я руководитель интернет-проекта «Партнер онлайн», и мой средний доход в месяц в интернете составляет 250 тысяч рублей. Это средний, это если все каталоги соединить и разделить именно на месяца. То есть, когда человек получает зарплату в месяц, точно так же мы рассчитываем свой средний доход. Кто себе ставил цель, чтобы у вас был такой доход? Скажите, кто вот уже себе поставил цели, да, у нас прошлый вебинар, когда прошел, все себе цели поменяли. Спасибо. У вас тоже, девочки, это будет. Именно сегодня я хотела о том поговорить, что, конечно же, такой доход у меня был не всегда. И точно так же я, как и вы, было время, когда я начинала. Конечно, вы меня видите, когда я веду вебинары, когда я для вас делаю видео, когда я работаю с вами, со структурой. Да, вы видите меня именно как бизнес-леди, вы видите меня как руководитель вашего проекта. Но я так же, как и все, бываю маленькой девочкой, которой иногда хочется покапризничать. И у нас у всех есть какие-то свои слабости, у нас есть свои сильные стороны. Но мы должны, когда идем строить бизнес, да, мы должны собраться, мы должны поставить себе такие цели, чтобы видеть намного вперед. То есть иметь перспективное видение, чтобы мы могли выстроить бизнес. Если мы будем смотреть только на ближайшие пару месяцев, даже на ближайший год, у нас крупного бизнеса именно не получится. И я почему вставила такой слайд, да, про маленькую девочку, потому что, когда я пришла в Фаберлик, мне было всего 24 года. И вы видите на фотографии сейчас меня, тогда, когда я пришла в Фаберлик. И это было первое мое звездное путешествие от компании Фаберлик в подарок в Египет. Да, 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 да. Вот, и эти все года, вот сейчас мне 33, да, все эти года я живу с Фаберлик, и он живет со мной. Это очень классно, потому что Фаберлик раскрывает возможности, и жизнь твоя меняется. Но вы знаете, можно, конечно, так выстроить свой бизнес, что у тебя не будет жизни, и занять им все свое свободное время. То есть заниматься только бизнесом, да, но я не считаю это правильным. Вы всегда видите на вебинарах мою формулу, что бизнес плюс жизнь равно успех. Нужно успевать и бизнесом заниматься, и жизнь. И именно так происходит у меня. Вы видите, что я постоянно то где-то езжу, то где-то обучаюсь, то есть у меня постоянно, постоянно жизнь скипит. И это все только благодаря Фаберлик, потому что у меня появились такие возможности. И сейчас, конечно же, я когда сегодня готовила вебинар, я очень хорошо вспомнила тот момент, когда я впервые себе поставила цель вот стать директором для того, чтобы поехать в путешествие в Египет. Я тогда ни разу еще не была на других континентах, и когда мне моя директор предложила, что необходимо стать директором, выполнить акцию, да, получить квалификацию, и тогда будет путешествие в подарок, мне тогда даже в это не верилось. И видите, вот там в правом углу, да, там даже написано, что вот звездное путешествие осень 2009. И потом я вспомнила те эмоции, которые я испытала, когда я уже была в путешествии среди успешных людей. Понимаете, поехать на море, да, в принципе может каждый по-разному, насобиравши, выделивши, выигравши поездку, неважно, по-разному. Но поехать в успешной компании, с такими людьми, на которых ты смотришь, ставишь себе пример, это, конечно, совсем другое. Я очень хорошо помню тот момент, какое было это путешествие. Это первый сертификат, который мне вручили в компании, который я держу в руках. Сейчас он у меня в рамочке. И, конечно же, тогда это было только начало. Но когда я в Египте увидела других лидеров, там были бриллиантовые директора, да, там были рубиновые директора, тогда еще не было столько много элитных, национальных, и бриллиантов это был очень высокий статус. Поэтому, когда я слышала, какие они истории рассказывают, как они к этому пришли, я, конечно же, тогда еще поставила себе цель. И сейчас я уже выполнила условия на поездку на Бали. Вот в этом году путешествие в подарок от компании на Бали. И уже в этом каталоге я посмотрела, именно условия выполнены, чему я безумно рада. Поэтому, если кто-то еще идет по этой программе, давайте, поднажимайте, чтобы встретиться вместе. На самом деле, компания открывает огромные возможности, но, конечно же, не сразу. То есть, когда человек приходит, очень тяжело сразу вникнуть в это все, сразу поверить. И когда я начинала, у меня тоже были свои сложности, потому что сейчас у вас есть у всех интернет-проект, где вам могут подсказать, где есть материалы, где могут научить, где есть обучение. Да, это для директоров, это отзывание от золотого директора. А тогда, когда я начинала, всего этого не было, поэтому были свои сложности. Сейчас это сделать намного меньше. Вот, к примеру, мой доход в Фаберли. Вот, я вам привела пример 2016 года и за 2017. В 2017 он еще осталось два каталога. Скажите, пожалуйста, вас впечатляет... Я вам говорила, что сегодня я раскрою очень много секретов. Знаете, вот фотография с кошельком, да, я помню, когда начинала бизнес, и мне очень много кто говорил нет, ну, в принципе, как и вам, да. И я всем посылала кошелек, ну, когда в сообщении кому-то отправляла, либо кому-то так говорила. И когда мне говорили нет, я не верю в этот Фаберли, я не верю в сетевой, да. Я всем говорила, если вы когда-нибудь откроете свой кошелек, и в нем не будет денег, позвоните мне, я научу вас зарабатывать деньги. Я помню. А если, когда в интернете рекрутировала, я тоже всем посылала пустой кошелек и писала, что вот если вы откроете кошелек, и у вас когда-нибудь не будет денег, тогда вот напишите мне, я научу зарабатывать вас деньги. Конечно же, много кто там смеялся, но время идет, и, конечно же, доход растет. Но это мой доход в поверлик сейчас, спустя время. Как вы думаете, могла ли я такие деньги заработать за первые пару месяцев в поверлик, когда я только пришла, когда я новичок, когда я еще ничего не умею, когда у меня нет личного бренда? То есть, когда я так, как вы? Но если бы я тогда расстроилась, перестала рекрутировать, ушла бы с сетевой компанией, у меня бы сейчас не было бы такого дохода. Я сегодня специально села, подсчитала, распечатала полностью свою распечатку за все года, полностью проработала, чтобы вам написать, примерно, все не включила, включила последние два года, для того, чтобы показать вам, что это не в начале. То есть, если бы я в начале не прошла через все то, что проходите вы, у меня сейчас бы не было этого дохода. И это все есть только потому, что вот те трудности, которые проходите вы, я прошла. А многие сдаются и уходят, многие не верят, многие хотят прийти за полгода заработать, но это невозможно. Чтобы выстроился любой бизнес, сетевой, не сетевой, нужно минимум 3 года плодотворной работы. Но не выстраивается он за полгода. Поэтому всем халявщикам, всем тем, кто хочет прийти на подработку в поверлик, я говорю, нет, просто нет, не теряйте ни свое время, ни наше. Я хочу уделить свое время тем людям, настоящим, которые хотят получать вот именно такой доход. И я приглашаю в свою команду именно таких людей, которые хотят получать высокий, хороший доход. Я готова их этому обучить. Но лентяев я не жду в свою команду, просто не тратьте мое время. Да, за полгода, некоторые за месяц хотят. Да, согласна, приходят, месяц поработал, не получилось. Так самое главное, что еще не поработал, за месяц даже невозможно обучиться. Поэтому, если вы хотите высокого дохода, необходимо настойчивость и упорство. Обязательно. И терпение. Знаете, все самое хорошее случается у тех, кто умеет ждать. Ну, люди разные в интернете, да, и приходят, и хотят вот быстро. Поэтому я вам сегодня решила показать свои бонусы, свой доход. И, конечно же, показать то, что когда-то я тоже была так, как и вы, и зарабатывала совсем немного. То есть, начинается с малого. Кому-то нужен год, кому-то три года. Неважно. Но вы все вырастите, если вы на самом деле каждый день будете рекрутировать личную группу. Самое главное, да, чтобы получать высокий доход, нужно любить свою команду, своих лидеров. Любить компанию, которая дает такие возможности. Любить наставника, который ведет вас по дороге успеха. Любить продукт и пользоваться им, тем самым развивая свой бизнес. Любить себя, чтобы создать для себя обеспеченную жизнь. Ну, и самое-самое главное, это необходимо научиться думать, как миллионер. Не ждать халявы, не ждать какой-то ежеминутной выгоды. Не обижаться ни на кого. А нужно именно приниматься и действовать. Каждый день рекрутировать и мыслить на самом деле, как миллионер. Для того, чтобы стать миллионером. На сегодня все, что я хотела вам сказать, я сказала. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Но мне в конце вебинара хочется вам пожелать, чтобы вы не боялись, чтобы вы ставили перед собой высокие цели. Чтобы вы учились и планировали свой день так, чтобы там обязательно было время на рекрутинг. Чтобы рекрутинг стало вашей такой очень богатой, хорошей привычкой. И чтобы вы научились именно видеть на перспективу и думать, как миллионер. Потому что иначе миллионерами не стать. Я вам очень благодарна за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар. До встречи в следующую среду. Каждую среду я вас жду на бизнес-планерках, на вебинарах. Я всегда для вас люблю готовить что-нибудь очень-очень интересненькое. Поэтому до следующей среды.